Всех приветствую на канале Банковский в нашем обзоре Сбер-карта от Сбера. Это широко разрекламированный продукт, о котором все слышали, но далеко не все детально разбирались в его условиях. Как бы Сбербанк говорит о том, что это в общем лучшая их карта и подтекст такой, что это как бы лучшая дебетовая карта на рынке. Я не хочу эту мысль как-то вот опровергать или подтверждать, просто призываю вас более детально на нее взглянуть и все-таки задуматься, где банк действительно предлагает что-то хорошее, а где просто идет обычная замануха или даже подводные камни. Ну давайте посмотрим на тарифы. Значит, карта в общем-то, именно подход к тарификации идет дифференцированный. То есть, если вы, допустим, тратите по карте до 5000 рублей или храните до 20000, то, соответственно, придется платить за обслуживание, платить за уведомления, да, соответственно, 150 и 60 рублей. Снятие наличных будет лимитировано достаточно строго, то есть сутки 50000 и 500000 в месяц. Если, допустим, у вас бесплатная карта, то есть бесплатная версия, если вы, например, получаете пенсию с зарплату, то же самое. То есть тратите от 5000, храните от 20000, обслуживание уже бесплатное. То есть это как идет классическая такая пенсионная или зарплатная карта. Вы получаете также вот пакет бонусов, но он уже будет больше. То есть тут от 1800 бонусов. Уведомления также платные, но лимит за снятие наличных и, соответственно, будет уже больше. Причем больше в три раза. 150 тысяч рублей в сутки и полтора миллиона в месяц. Есть тариф «Хорошие бонусы». Это уже для тех, кто тратит по карте от 20000 или хранит от 40000. То есть это или-или, либо то, либо то. Соответственно, за обслуживание вы не платите. При этом банк обещает уже 300 тысяч рублей лимит на снятие и 3 миллиона. Это получается 300 тысяч в сутки, а 3 миллиона в месяц. И бонусы за год уже 4200. Плюс вот к этому всему вы получите еще повышенные бонусы в кафе и ресторанах. То есть дополнительно 5%. Ну, не знаю, кому-то, может быть, это часто требуется. Ну, большинство населения сейчас в рестораны ходит реже из-за пандемии. Поэтому как бы тут есть определенные поправки. Ну, и самый лучший тариф, он называется «Максимум выгоды». Если вы тратите от 75 тысяч рублей с карты в месяц или храните от 150 тысяч. Сразу скажу, что второй вариант, он будет доступнее для многих. Вместо того, чтобы получать какой-то там банковский процент по вкладу, да, смешной. В настоящее время там редко кто предлагает больше 4%. Можно хранить на карте и получать по ней бонусы. Это как вариант. Я не говорю, что это прям всем подойдет, но это как вариант. Что это дает? Это дает бесплатное обслуживание, бесплатное уведомление по карте, то есть абсолютно, да, наличные снятия по всему миру, то есть не только в банкоматах Сбера. Лимит на снятие наличных повышается до 500 тысяч рублей в сутки и до 5 миллионов в месяц. Бонусы, обратите на это внимание, до 15 тысяч 600 в год. То есть эти бонусы вполне себе перекроют потенциально проценты, которые вы получите по вкладу. И, соответственно, повышенные бонусы в кафе и ресторанах плюс 5%, да, повышенные бонусы в такси, то есть это 5%, к тем базовым бонусам, которые существуют. И обратите внимание, автомобилисты, повышенные бонусы на АЗС 10%. Теперь давайте перейдем вот к моментам, которые мне не очень нравятся, но от которых деваться тоже некуда. Вот смотрите. Во-первых, Сбербанк вот не очень-то прозрачно указывает информацию по поводу начисления бонусов. И вот в вопросах и ответах, раздел здесь же на странице, мы находим ответ на вопрос, каким образом, какие ограничения существуют в части начисления бонусов. Вот смотрите. Каждый месяц вы можете получить не более тысячи бонусов по ставке 10% на 100 заправках. То есть это уже говорит о том, что, например, автомобилисты, которые очень много заправляются, они должны об этих ограничениях помнить. Ограничения не очень жесткие, но тем не менее. Не более 2000 бонусов по ставке 5% в покупках в кафе и ресторанах. И дальнейшее начисление в указанных категориях будет производиться по ставке 0,5%. Если в рамках уровня привилегий Сбербанк, спасибо, вы находитесь на уровне большое спасибо и выше. И уже тогда количество бонусов будет не ограничено. Что это значит? Это значит, что банк после вот этих вот преодоления вот этого порога максимального срезает вам бонусы до 0,5%. Мне бы казалось, что вот справедливо бы сделать 1%, потому что обычный бонус-то идет, обычный кэшбэк по всем картам 1%. Почему банк так серьезно срезает? На мой взгляд, это вот подход все-таки, мягко говоря, не очень справедливый. Ну, еще можно глянуть. Вот смотрите, здесь есть для молодежи версия карты. То есть самая такая базовая, она идет за 40 рублей в месяц. То есть это получается 480 рублей в год, если я правильно посчитал. В принципе, как бы условия чуть-чуть похуже, чем по некоторым картам, которые выпускались до этого. Но тем не менее, то есть все-таки это весьма доступный продукт, который, я думаю, должен быть в кошельке у многих. Не знаю, лично мне эта карта нравится в целом, да, несмотря на то, что есть такие какие-то спорные моменты. Я эту карту себе закажу и, соответственно, буду пользоваться. Вам ее не навязываю, как бы я просто высказал свое мнение. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи!